Страны Запада жёстко отреагировали на проводимую Россией специальную военную операцию на территории Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая с обращением к нации, заявил «Мы без колебаний поддержим Украину и возьмём на себя полную ответственность за защиту суверенитета и безопасности наших европейских союзников». Мои дорогие соотечественники, события этой ночи стали поворотным моментом в истории Европы и нашей страны. И они будут иметь длительные, глубокие последствия для нашей жизни и для геополитики нашего континента. Мы сможем дать на это ответ все вместе. Решение Москвы резко осудил канцлер ФРГ Олаф Шольц, назвав его вопиющим нарушением международного права. 24 февраля – страшный день для Украины и мрачный день для Европы. Своим нападением на Украину президент России Владимир Путин в очередной раз грубо нарушает международное право. Путин приносит страдания и разрушения своим непосредственным соседям. Он нарушает суверенитет и границы Украины. Он подвергает опасности жизни бесчисленного количества невидных людей на Украине, братского государства России. В конечном итоге он также ставит под сомнение мирный порядок на нашем континенте. Всему этому нет оправдания. Это война Путина. Шольц призвал власти Российской Федерации безотлагательно прекратить военную акцию. В том же ключе выступил и британский премьер-министр Борис Джонсон. Совместно с нашими союзниками мы согласуем масштабный пакет экономических санкций, призванных стряножить российскую экономику. Мы также должны коллективно преодолеть зависимость от российских нефти и газа, которая слишком долго обеспечивала Путину контроль над западной политикой. Наша задача ясна в дипломатическом, политическом, экономическом и в конечном счете военном плане. Эта отвратительная и варварская авантюра Владимира Путина должна провалиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова